Всем доброго здравия, всем участникам нашей конференции, нашим партнерам, нашим гостям и всем людям, которые участвуют в этой великой системе «Здоровый образ жизни». Сегодня очень знаменательный день, 12-я научно-практическая конференция компании «Планета регионов». Вот на 11 из этих конференций я участвовала со своими докладами. Я Тарасова Любовь Алексеевна, врач-онколог первой категории, врач восстановительной медицины, специалист по эндоэкологической реабилитации. Сотрудничаю с компанией вот уже 14 лет и чему очень-очень рада. Сегодня просто великий день, спасибо организаторам, что создали такую нашу замечательную конференцию. Тема моего сообщения, она банальная, практически каждодневная. Человек в своей жизни, начиная с детского возраста до с рождения, наверняка у каждого абсолютно были какие-то переломы. Мы ходим, мы учимся ходить, мы где-то летаем, мы что-то на лыжах бегаем, падаем, поэтому результаты падения, они иногда заканчиваются переломами. Но практически у каждого человека в жизни был такой момент в жизни. И что хочется в этом плане сказать? Дело в том, что есть общая такая средняя статистика заживления или консолидации переломов, заживления переломов костей. Вот, допустим, если взять кости грудной клетки, ну это ребра или вот фаланги пальчиков, да, они начинаются консолидации через там 2-3 недели. Вот, иногда 4 недели, начало уже консолидации сращивания костей. А если взять, допустим, кости верхних конечностей, верхних конечностей, ну руки, предплечья, плечо, вот, кисти, то на это уходит где-то 2-3 месяца. В зависимости от того, какой человек, какого возраста, конечно, и какой сложности переломов. 2-3 месяца, да. Если брать переломы, допустим, нижних конечностей, то там уже 3-4 месяца. Вот эта средняя величина, она ориентировочно как раз ориентирует врачей и пациентов на то, что вот все в порядке с организмом, значит, в это время должно хорошо зажить. Но, да, и самый длительный срок, это, конечно, травма бедра, там консолидация наступает только через полгода, не ранее. И это достаточно, в общем-то, опасно для здоровья, такая ситуация. И когда мы говорим о таких средних сроках, то говорим, что значит все в порядке. Но если эти сроки нарушаются, а они в последнее время часто нарушаются в плане удлинения сроков, это говорит о том, что у человека, допустим, какое-то инфекционное заболевание, у него не все в порядке с иммунитетом, у него гиповитаминоз, у него там и депрессия, усталость, или еще масса причин, и в частности, одна еще из причин, особенно когда речь идет о возрастных людях, это одна из причин, это, конечно, остеопороз, модная ныне болезнь, которая практически официальной медициной не лечится. Вот, и, значит, нарушение вот такого характера в организме у человека, и нарушаются, конечно, сроки в плане удлинения. Что у нас интересного происходит тогда, когда человек применяет, ну да, пользуется, конечно, корректором функционального состояния. Вот, когда происходит такая длительная дружба любого нашего, ну, мы, партнеры, клиенты, пациенты, длительное время пользуемся корректорами, то, во-первых, улучшается иммунный статус. Это уже однозначно за много лет, это уже подтверждено и в различных клиниках. Во-вторых, и еще в примерах, конечно же, в личных, и в личной жизни. Вот, во-вторых, редко наблюдается остеопороз, проявление остеопороза у наших клиентов, кто всегда живет и работает и занимается с корректорами. Вот, это большую роль играет. Вот, ну и в-третьих, конечно, улучшение кровообращения, микроциркуляции, значит, улучшение заживления и так далее. И это не новость, это уже многолетний опыт об этом говорит. И вот два ярких примера, которых я сейчас освещу, они, к примеру, являются того, что вот я выше сказала, про наши корректоры функционального состояния. Значит, вашему вниманию представляется два таких примера, ярких примера, из многочисленных за много лет и из многочисленных за последний год. Вот первый такой пример. Женщина, 67 лет, 21 марта 2021 года, во время гололеда, при ходьбе, вы знаете, 21 год, это второй год как раз нашего сидения дома, и рекомендации были специалистов, конечно, гулять, ходить, и вот захотелось прогуляться. Ну, был гололед, ну, что сделаешь? Вот, и подскальзывается, и падает так, что, в принципе, на левую руку, на левую руку, диагноз вколоченный перелом гистального метафиза левой лучевой кости, то есть на левую руку. Смещение отломков шиловидного отростка локтевой кости. Вот, конечно, в 67 лет получить такой сложный перелом вколоченный со смещением, ну, это, конечно, может быть какие-то вещи такие, это очень серьезные вещи, на самом деле. Вот, что у нас происходит? Значит, очень достаточно сложная травма. При этом, когда женщина получила эту травму, у нее на левой, как раз, на левом предплечье, да, находился наш КФС-браслет, КФС-браслет и оберег. И именно в этом месте произошел перелом, и когда ее доставили в травмпункт, то каково было удивление докторов, что при таком сложном переломе не было отека, отека мягких тканей. Вы знаете, что первый симптом, который возникает при переломе, это сильная боль, это отек однозначно, потому что боль именно связана с отеком. Вот, не было отека, и, ну, как бы доктора просто пожали плечами, было некоторое такое недоумение. И между собой у них такой диалог произошел, что можем делать репозицию, то есть восстановление в колочный перелом, надо его восстановить, эту кость сместить на место, поставить. Будем делать не под наркозом, а при навокаиновом обезболивании. Потому что такой сложности перелом чаще всего в возрасте, ну, скорее всего, был бы наркоз. Вот, произвели репозицию, наложили, конечно, гипс, и теперь внимание, что касается по срокам, которые мы освучивали раньше. Значит, произвели вот это все, и по срокам уже через две с половиной недели от начала наложения гипса, от травмы, две с половиной недели, учитывая сложности. Опять же, если мы говорили, что верхняя конечность заживает два-три месяца, да, и далее тогда, ну, в среднем, в среднем. А при таком состоянии, в общем-то, здоровья организма, да, который наблюдается у этой женщины, так как она вообще-то уже много лет с корректорами, то через две с половиной недели, максимум три, по-моему, около трех недель, она сняла гипс. Сняла самостоятельно. Ну, потому что хотелось быстрого заживления и так далее, и уже был дискомфорт. И рентгенологически, прежде чем ей снять гипс, она ходила к врачу, врач говорит, что все хорошо заживает, на рентгене все в порядке. Вот, на вопрос, а как остеопороз, он говорит, я не вижу проявления остеопороза вообще. Понимаете, какая интересная вещь происходит. Что она при этом делала? Прокачивалась корректорами любыми, как мы говорим, да, позвоночник и перекрестная прокачка три-четыре раза в день. Сразу же после того, как наложили гипс, примотала, прикрепила, вернее, извините, прикрепила к месту перелома корректор номер семь. Значит, прокачки левой конечности, левой руки от плеча до кисти проводила несколько раз в день, пять-шесть раз в день. Брала корректор номер два, и любой из этих свободы движения, и вот этими двумя корректорами, не убирая корректор номер семь с места перелома, делала прокачки конечности, то есть левой руки. Вот, и когда уже наступил момент снятия вообще гипса, она его одевала только тогда, когда шла на прием к врачу. Вот, снятие гипса, то, конечно, опять было удивление врачей, что гипс, когда снимали, то там под гипсом уже практически здоровая кожа, потому что, наверное, многие знают при длительном ношении гипса какие изменения на коже происходят. У нее вот получилось так, что она здоровая, и она призналась, что она уже вот таким образом поступила, что снимает и одевает только тогда, когда двигается куда-то. Так снимает этот гипс. Но это было тоже некий сарказм со стороны медицинских работников, удивление, конечно, и порицание, потому что так нельзя делать, вы бы могли бы там нарушить, вы бы могли бы т-т-т. А на самом деле это все сработали наши приборы, наши корректоры, устойчивость этого организма, отсутствие остеопороза на скорейшее заживление и регенерацию костей. Это первый случай. Значит, на рентгенограммах костей у нее признаков остеопороза не выявлено. Вот таким образом. Это очень здорово. Так, второй пример. Это уже произошло в моей практике. Во время поездки в Самару, это было в январе 22-го года, да, в январе 22-го года, в наш вагон зашел молодой человек, я ехала в купе, и мимо купе дверь была открыта, проходит молодой человек, и не наступает на ногу, он прыгает на одной ноге, а вторая нога, он не наступает. Вот, я еще подумала, что какой-то спортсмен, видимо, травмировал, ну, у спортсменов это часто бывает, травмировал ногу. А потом слышу разговор о том, что в соседнем купе проводника и дежурный по поезду, как он, бригадира, они между собой разговаривают и говорят, ну, что мы с вами сделаем? Вам не надо было и садиться в поезд, у нас же нету здесь врачей. А я вышла из своего купе и подошла и говорю, я врач, чем могу помочь? Вот, он мне показывает правый голеностоп, где огромный отек, такой прям вот шишковидный, такой прям как пирамида, да, сильный такой отек на ноге и рассказывает механизм травмы. Ну, предположительно, это не перелом, скорее всего, а предположительно, это было либо ушиб мягких тканей и растяжение, а вообще-то по механизму травмы это была трещина, это был перелом, но в виде трещины. Скорее всего. Я так как бы диагностировала и примерно, и говорю, я могу помочь только одним. Достаю корректор, который со мной был и порекомендовала ему прикрепить вот прямо на место этого отека. Потом сам, да, еще обязательно проструктурировала воды и напоила его водой. Он сам пил воду. Ну, каким-то образом он сначала улыбнулся, а потом понимает, что взрослая женщина не будет чем-то, так сказать, его шантажировать или еще что-то неправду говорить. Верю, не верю, а нога болит, надо пить. Выпил воды, приложил этот корректор, я ушла в свое купе и потом некоторое время прошло. Вот, он приходит в купе уже, несколько наступая на ногу эту травмированную, и он говорит, я не знаю, случайно это или совпадение, но у меня боль значительно уменьшилась. показывает ногу, а там вдвое уже уменьшился отек. Вдвое уменьшился отек. Уже не такой вот острый и большой, прямо наполовину. Я даю ему еще один корректор, еще опять воды попил, еще один корректор и говорю, и второй корректор прикрепляйте с обратной стороны, то есть внутренней стороны лодыжки. С внешней, там, где был перелом, один корректор есть, а это с внутренней стороны вот голеностопного сустава. И вот таким образом доехали до Самары. Я говорю, конечно, с возвращением, с возвратом вы мне все это отдадите. Он поинтересовался, что это я ему показала, отдала сайт, он смотрел, читал. Молодой человек интересуется, слава Богу. Вот. И потом, уже выходя на вокзале в Самаре, меня благодарил и потом мне сообщил, когда уже позвонил и сообщил на следующий день, что, в общем-то, на самом деле там была трещина, что благодаря тому, что вот чему-то там, что отека нет, у него идет очень хорошее заживление, но это же молодой человек, молодой организм, 22, по-моему, ему года. И что даже гипс ему накладывать не будут и даже лангеты не будут накладывать. Все заживет так. Недельки, через две мы с ним опять же созвонились, все у него в порядке, корректорами интересуется, правда, пока еще не купил, но интересуется. Вот такая картина произошла просто прямо на глазах у всех, на глазах у проводников и вот на глазах у всех людей. А от него была большая благодарность, а мне было, конечно, очень приятно, что вовремя оказана вот эта вот помощь с нашими приборами, и этот молодой человек и не страдал так, как мог бы страдать без этих корректоров, и, в общем-то, там тоже наступило очень скорейшее, быстрейшее выздоровление и заживление. Вот таких вот два ярких примера вам представляется, но выводы следующего, следующего плана. Смотрите, вот при любой травме, ушибе, переломе, немедленно прикладывать корректор, любой корректор. Вот какой есть, такой прикладывать. Вот упал ребенок, прям тоже приложите корректор. Любой ушиб, любая ссадина, травма, тут же прикладывайте корректор, потому что любой корректор, он помогает убрать вот этот отек, и раз отек убирается, значит, вот нервные окончания не сдавливаются и нет такого болевого синдрома. Раз убирается отек, как вот у женщины, да, то очень быстро можно составить репозицию, то есть составить кости так, как надо, а при отеке этого не могли бы сделать, понимаете. А так вот все произошло очень хорошо. Значит, любой корректор. Но, конечно, очень быстро снимает отек и боль, это корректор номер 2. Вот, ускоряет регенерацию костей это корректор номер 7, конечно же. Вот, свобода движения, сокровища Испании, вот такие вот, все, что рассчитано на опорно-двигательную систему, направлено на улучшение качества опорно-двигательной системы, они же и направлены на то, что консолидация костей ускоряется, если их применять. в момент травмы применяйте любой, который у вас есть под рукой. Вот такое вот мое короткое, но я думаю, что значимое сообщение я подготовила к нашей встрече. Спасибо вам огромное, спасибо большое за внимание, удачи всем, дай бог нам всем иметь крепкие кости, вот, и крепкое-крепкое здоровье. Всех вам благ, всего доброго. Спасибо.